МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, маленький макакин. Привет. Ой! Бешное – это первые экологи на нашей планете. Еще раз напомню, что пустыня Тар в Индии – это одна из самых засушливых пустынь на планете. И существует гипотеза, что эти земли в пустыню превратили сами люди, которые тысячелетиями усердно занимались здесь животноводством. Вот животные и съели всю растительность. Их духовный наставник, гуру Джамхишвар, живший на рубеже 15-16 столетий, еще в молодости стал свидетелем страшной засухи. Бедствие длилось несколько лет к ряду и превратило его сородичей в настоящих безумцев. Они убивали диких животных, чтобы прокормиться, и рубили деревья, чтобы изжарить на костре мясо. И вот высшие силы послали 33-летнему Джамхишвару апокалиптическое откровение. Если люди не прекратят уничтожение всего живого вокруг, их самих ждет страшная смерть. Тогда он призвал своих соплеменников следовать 29 заповедям, которые должны были изменить их жизнь. «Если вы хотите жить, вы больше не будете убивать животных и не срубите ни одного дерева. Они заслуживают вашего внимания и любви так же, как если бы это были ваши дети. Если вы будете следовать этим правилам, вы станете называться 29», – провозгласил Джамхишвар. На хинди это звучит как бишнои. Биш – значит 20, нои – 9. Вот так и создалась первая в мире экологическая религия. Сегодня их порядка 600 тысяч. И все они следуют его заповедям – не едят мясо, не рубят деревья, хоронят своих усопших, в отличие от индусов, которым для кремации нужно сжечь много дерева. Они обязаны кормить и защищать диких животных. Женщины у них всегда одеты в яркую одежду, а мужчины всегда в белом. Они никогда не носят одежду, окрашенную в синий цвет. В Древней Индии синий краситель получали из дерева индиго, а кроме того, это цвет смерти. Когда мы только собирались в Джудпур, я была уверена, что мы посетим Мехрангар и дворец Умайд-Пхаван. Это одна из крупнейших частных резиденций в мире. Дворец назван по имени Махараджа Умайда Синха, дедушки современного Махараджа Джудпура, при правлении которого этот дворец и был построен на замену дворца форта Мехрангар, где жила в то время королевская семья. Дворец строили 15 лет и открылся он в 1943 году. В основном это было сделано для того, чтобы дать работу тысячам строителей. 1 декабря 2018 года во дворце Умайд-Пхаван проходила грандиозная свадьба. Мисс Мира и болливудская звезда Приянка Чопра выходила замуж за американского певца Ника Джонаса. Пара устроила грандиозное торжество, которое, по оценкам экспертов, обошлось молодым в полмиллиона долларов. И вы как раз наблюдаете световое шоу во время свадьбы. Молодые забронировали весь отель на выходные, что обошлось им примерно в 460 тысяч долларов. Всего же во дворце 64 роскошных люксовых номеров разной категории – исторические, королевские, президентские. Стоимость каждого номера в сутки варьируется от 47 до 500 тысяч рупий. А вы говорите, Индия – бедная страна. Владельцем дворца сейчас является Ганш Сингх, Махараджа Джудпура. Он разделил дворец на три части – частную резиденцию для себя и своей семьи, роскошный отель City Touch Hotel и часть, открытую для посетителей, которая содержит музей с коллекцией, живописи, оружие, роскошных автомобилей и других ценностей королевской семьи Джудпура. Кстати, дворец был построен без использования цемента. Нас не пустили во дворец, и все из-за пандемии. Охранник сказал, что музей закрыт, а во дворец можно попасть, если бы мы только остановились в этом отеле. Жаль. Вряд ли мы специально еще поедем в Джудпур из-за этого дворца. Но в лучшие времена – это вторая по значимости достопримечательность после Мехрангарха. Вот такое необычное место находится прямо в центре города, совсем недалеко от часовой башни. Вы посмотрите на этот колодец с тысячей ступенек. Это просто архитектурный шедевр. Первые ступенчатые колодцы появились в Индии еще в первом веке нашей эры. Это особенно актуально для засушливых районов, таких как Раджастан и Гуджарат. Ведь так важно сохранить дождевую воду. Индийский колодец представляет из себя одновременно и гигантскую яму, и архитектурное сооружение, которое возведено не ввысь, а вглубь. То есть рыли яму-скважину квадратной, треугольной или даже круглой формы. И она сужалась по мере углубления. Во время дождей такие колодцы могли наполняться до краев. Мы провели здесь около получаса, наблюдая, как парни резвятся, прыгая в колодец. Пожалуй, это одно из популярных местных развлечений. Индейцы смотрели на нас с интересом и очень дружелюбно. Один из них даже упросил нас прогуляться в магазин его отца. Мы не отказались. Это было недалеко. Прямо у колодца есть место для поля. Индуистский алтарь. Мы сначала и не заметили его, но местные парни сказали нам снять обувь. Ведь в храмах Индии принято разуваться. Магазин оказался довольно интересным. Это и мастерская, и магазин одновременно. Привычное дело для Индии. Вот этот слоник показался мне довольно забавным. И вот мы и пикуски не живут. Это шелк. Это шелк. Я же, я же. Посмотри, какая прелесть. Какой кошмар. Это снеговик. Сейчас немного пробежимся по джакпурским лавочкам. Мы выбрали для вас самые интересные кадры. Кое-что мы там приобрели. Потому что всегда привозим из путешествий что-то полезное. Володь, посмотри, вот эта вот штука. Ну вот, допустим, вот как это у Вики стоит. Вот это вот пять тысяч. Это опиум-бокс. А, это опиум-бокс? Да. Это было опиум-бокс, но теперь это жёлк-бокс. Если ты чувствуешь, если ты чувствуешь опиум-бокс? Нет, нет, нет. А, нет. То есть, вот так вот я Вике передам теперь, что это у нее шкатулка для опиума. Смотри, какой слон обалденный, Володь. Смотри. Нет, ты вот это вот видел? Очень понравился мне такой слоник с женщинами. Но вы не представляете, насколько он тяжёлый. Мы поняли, что в самолёт его провести не сможем. Все продавцы предлагали нам доставку в Дели, которая равнялась примерно половине стоимости слона. Но мы подумали, что можно посмотреть подобную вещь и в Дели. Смотри-ка, окей. Это единственный кусок марвела. И люди делают это с руками. Внутри есть больше, чем 120 женщин. Сколько женщин? 120. Почему? Потому что вы видите здесь. Почему 120? Потому что это пространство. Потому что это пространство. И вы видите также тунг. На луне женщины есть тунг. И это один кусок марвел. Это очень тяжелый марвел. Мы не можем его отправить на улицу. Мы можем отправить его. Мы можем отправить его в дом. Это не проблема. Это очень тяжелый марвел. Это очень тяжелый марвел. Но марвел не предупреждает. Таким образом, в Индии, что они сделали. Люди не обеспечены. Вы понимаете? Да. Они дают им работу, чтобы сделать это на брон. Сколько это было? Это опиум-бокс. Это совершенно сделано из брон. И на top of that, они миниатюрные панцы. И это будет стоять в рубежах. Вы можете сказать, 5,500 рубеж. 5,000? 5,000? 5,000 рубеж. В Джудпуре можно купить много полезных вещей, кроме сувениров. Это текстиль, постельное белье очень хорошего качества покрывала, ковры шелковые. Это старая компания в Индии. Это текстиль. Это сила? Да, сила карты. Это в Нондоне. Это называется Либерти. И сколько это? О, это очень красиво. О, это очень красиво. Это будет стоять в рубежах. 60,000 рубежах. Для этого размера. О, это очень красиво. О, это очень красиво. и скакMC. Посмотри, какие там львы стоят. ��ся ли салитас? Да, красивенькие. ДАЛИ САЛИТАЖilton. Ювелирные изделия тоже везут из Джокура. Мне, например, приглянулись эти турмарины. Говорят, что их на планете осталось совсем немного. Такой же слоник, которого мы вчера видели. Посмотрите, какая прелесть. Значит, такой слоник стоит 9 тысяч. Джасванд Хада – очень красивое место, где можно просто погулять в тени и посмотреть на город с высоты. Мы не могли это пропустить. Взяли местного гида, который рассказал нам много любопытного о местных махараджах. В Джодпуре мы повсюду встречали музыкантов, играющих на раванахатхе. Это очень древний двуструнный музыкальный индийский инструмент – предок скрипки. Игре на этом инструменте обучали принцев в штатах Гуджарат и Раджастан. Всегда такие незамысловатые мелодии. Мне показалось, что играть на нем очень просто. Но я ошибалась. А, вот на эту, на белую нажимаешь, затягиваешь. Сильно. Сильно. И мы будем ставить пальцы на нем. Много. Сейчас, айка. Попробуй. Так, как бы, по-моему. Один секунд. Один секунд. Ага. Да. Сильно. Нажимай Этот прах. Это поэтому мы говорим – Мемориал. Этого место используют в последние 100 лет для родственников родственников как снижение, потому что они хиндузи и хиндузи. В последние 100 лет используют родственники родственников Махараджа лишь раз. Махараджа – Садарсин. Садарсин – после Сумесин. Начиналось все традиционно. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа, Иосиф родил Иосифа. В общем, примерно так же, только на индийский манер про Махараджи. У индусов не принято хоронить усопших. Тело сжигают на костре, чтобы помочь взмыть в небо его душе. А на месте кремации устанавливается кинотаб. Своеобразный памятник усопшему. И делается это не сразу, а только через год. Вот это здание, похожее на дворец, это тоже мавзолей. Построенный в конце 19 века Сардаром Синхом. В память о своем отце Махараджи Джасванти Синхи II. Включил. Значит, что? Промины, они носят веревку здесь через тело. Помнишь, еще веревку? Я рассказывал тебе про винода, и мы видели, кто-то купался, там один из индусов, который веревку через село, ну, на голое тело. На голое тело веревка, а что за веревка, на какого цвета? Да? Это признак Промины. А, окей. Если ты родился в семье ткача, то будешь ткачом. Если твой отец всю жизнь делал горшки, то тебе больше не надо задумываться, чем заниматься в жизни. В этом был определенный умысел. Ремесло передавалось из поколения в поколение, тем самым совершенствуясь. Поэтому родовые ремесла в Индии находятся на высочайшем уровне. Внутри пусто, на стенах развешаны портреты Махараджи. В целом, памятник сделан из изящно обработанных кусков мрамора. Пуски очень тонкие и тщательно отполированы, так что солнечные лучики проникают в мавзолей через стены, и это восхитительно. Здесь находятся кинотафи, гробницы не только Джасван Синха II, но и всех правителей города Джокпур. Любопытно, что в мавзолее есть специально отведенное место, где люди загадывают желания и завязывают веревочки, в надежде, что желание исполнится. А, посмотрите, действительно, да, вот солнце светит, и он просвечивает. Видите? Да, это подсветка с той стороны. Да, я вижу, вот смотри. Да, да, да. Ничего себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мы были в гробницах, у мавзолея проходили съемки видео или просто фотосессия кого-то очень известного. Столько народу и камер было задействовано. Оказалось, что это известный индийский актер-комик Кришна Абхишек, и индийцы выстроились к нему в очередь, чтобы сфотографироваться. Я на всякий случай тоже не осталась в стороне. Когда еще подвернется случай сфотографироваться с болливудской звездой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, смотри, камелы какие, воловички. Мы приехали в далекую деревню, в дом потомственных гончаров. Как я уже и говорила, в Индии нельзя запросто перейти из одной касты в другую. Как он мастерски справляется с глиной, посмотрите. И, по-моему, даже не обращает на нас внимания. Видно, что семья занимается этим гончарным бизнесом довольно давно. У девушек у всех закрыты лица, потому что они замужем, им нельзя показывать лица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это остальное. Спасибо. Я делаю сапати. Сапати? Да, да. Весь двор завален большими горшками. Неужели это все востребовано? Наверняка. Не стал бы он иначе этим заниматься. Хотя, кто знает, опять же Кастер. Сапати. Это острый. Сапати. Сапати. Субтитры сделал DimaTorzok 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 одного махараджа к другому. Наконец, последнему правителю Рау Джудхе это надоело, и в 1459 году, по совету одного мудреца, он перенес столицу на высокую скалу. Так и образовалась знаменитая крепость Мехарангар, о которой мы рассказали в первой серии. А это место с множеством старинных храмов и усыпальниц окружили красивыми садами. Здесь любят гулять горожане и очень вольготно чувствуют себя обезьяны. Обезьяны это первое, что приходит на ум, когда вспоминаешь сады Мандоры. Проходи. Проходи, проходи. Иди вперед. Иди вперед. И что? Бандерлогов. Ой. Царство Бандерлогов. Ты боишься? Ты боишься, они это чувствуют. Смотри, это что-то с чем-то. Ты видел такой миллион голубей? Я поднимаю под этим деревом, не пойду. Привет, Макай. Ой, смотри, какой маленький макак. Какой маленький, прималенький макакинь. Привет, маленький макакин. Привет. Ой. Вот так вот. Макай. Мы не поленились и поднялись на смотровую площадку и посмотрели древний форт. Сверху сады выглядят очень красиво, а особенно эти мавзолеи. Макай. А сейчас мы вновь возвращаемся в знаменитый форт Мехрангар и покажем вам популярные развлечения. Это Fox Flight, аттракцион «Летающая лисица». Володя любит у нас всякого рода экстремальные развлечения и в этот раз тоже не упустил возможности пощекотать себе нервы. Это индийский зиплайн на Тарзанке в окрестностях форта Мехрангар. Ну, с Богом. Еще, пока не с Богом, еще пока тренировка. А, это тренировка? Да. Хорошо. Тренировка торможения. Так, мы посмотрим, как ты потренируешься. Сначала прошел небольшой инструктаж. Я сняла его первый полет и потом ждала более часа, выбрав себе удобное место в тени под пальмами. Fox Line – это самое популярное развлечение в городе после посещения памятников старины. «Ну, как тебе? Отличается от диплайна в Дубае? Ну, потому что здесь ты сидишь, а там ты лежишь». «Я сегодня перевыполнила свою норму». «Ой, как здорово! Володя, ну счастливо тебе! Я буду где-нибудь в тенечке тебя поударь ждать. Ни пуха, ни пера. Чтобы все у тебя... И камера снимает уже? 4 часа... 4,44? Ну, давай, ни пуха!» Пять полетов над головокружительными видами форта и города с высоты птичьего полета. Дорожек для полета всего пять, но есть достаточно длинные. Самая длинная – порядка 300 метров. И отовсюду открывается шикарный вид на сам форт и на голубой город Джотпур. «Да, да, да. Привет! Привет! Я из России. Россия. Есть лицо, что путешествие в Ковиде? Нет, из России до Индии? Да, сам. There is no travels. There is no travels. I live in Delhi». Вниз головой летать не разрешают, не фотографируют. Но можно взять с собой фотоаппарат или GoPro камеру, что я и сделал. Ограничение по возрасту – от 10 лет, и ребенок должен быть минимум полтора метра высотой. Ограничение по весу – не более 115 килограмм. Тот – паус Группы с инструктором отправляются на полеты ежечасно. Меня удивило, что там было много девушек. Наиболее эффектно, конечно, это выглядит со стороны. Я сам был поглощен нехитрым регулированием скорости полета. Этот момент как-то не особо отмечается. И еще о том, о чем никто не говорит, но все сталкиваются перед стартом, оказываясь во власти неожиданных мыслей. Помните, что комфорт вашего полета целиком в ваших руках, и они должны быть не слишком слабыми. В этом и есть отличие этого своеобразного Диснейленда по-индийски. Если вы неудачно затормозите, а торможение полностью в ваших руках в прямом смысле слова, то можете удариться об стол, об инструктора или, если перестараетесь, то остаться в воздухе. Есть еще один момент, которым вам становится известно перед последним из пяти полетов, самым длинным и сложным. Дело в том, что вероятность долететь до конца в этом случае не стопроцентная. То есть большинство оказывается минимум за 50-70 метров до края над пропастью над озером. И далее вам придется самостоятельно перевернуться в воздухе и перебирая руками по канату добраться до финиша победителем. Далеко не у всех это получается. Ну ладно, я могу понять девушки, но здоровые парни далеко не все могли реально добраться до финиша самостоятельно. Валилуя! Валилуя! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok